Страшный дебак Да, всё, мы начинаем. Добрый день, добрый вечер, у кого что. Это канал «Живой гвоздь». Ну, вы знаете сами, конечно, это всё. Я Ольга Бычкова, Сергей Пархоменко. Здесь у нас сегодня программа «Персонально ваш» в наших привычных форматах. Это значит, что мы в ближайший час этого эфира будем обсуждать все важные события. Я сейчас открою чат в YouTube, где тоже смогу смотреть ваши вопросы. Вы, пожалуйста, туда пишите. Лайки нам тоже ставьте. Лавки. Да, нет, не лавки. Ставьте нам лайки. Пожалуйста, поддерживайте нас. Вы знаете, что это важно. И я... Ой, так, сейчас мы это уберём. Да, всё, сори. И практика показывает, что так много накапливается сообщений, и так много людей сразу начинают писать, что я иногда не успеваю их видеть, а иногда успеваю. Поэтому я буду стараться. Давайте мы начнём вот с этой прекраснейшей истории, прекраснейшей просто волшебной истории, которая была опубликована Дмитрием Колизевым на днях. Он пишет, что прислали методичку для госорганов, как объяснить трудовым коллективам происходящее в Украине, прилагает файл. Ну, многие из вас, наверное, кто читает телеграм-канал Колизев, это видели. Для остальных коротко перескажу. Можете сами найти. Тут сколько получается? Восемь пунктов. Военная операция и превентивная мера, чтобы не допустить готовящейся Украине полномасштабную агрессию против России. Существовала реальная угроза применения Украины и ракетного ядерного биологического оружия. ВЦИОМ показывает поддержку абсолютного большинства россиян. Операция идет по плану от победы к победе. Воюют профессионалы, вежливые люди. Информационная война против России. А внутри России против выступает буржуазная элита. Так и сказано, утверждают авторы этой публикации. Например, Собчак. Санкции все равно бы ввели, дефолта не будет, уход компании, временная мера. Ну вот так вот. Ну и там еще куча всяких подробностей. Во-первых, скажи мне, как ты думаешь, верить, не верить? Да или нет? Оля, спасибо. Да, это сюжет, который меня самого, не могу сказать, что взволновал, но заинтересовал, несомненно. Во-первых, здрасте всем. И не прошло и 18 лет, как вот дебют на... Дебют в программе «Персональный ваш». Видите, эхо по-прежнему закрыто, но люди эхо собираются вместе и разговаривают с вами, и совершенно никуда не деваются. Я очень рад, что я теперь тоже есть на этом общем телеграм-канале «Живой гость». Надеюсь, что так оно и будет дальше. Хотя мои стримы тоже сохраняются. Пятничные, понедельничные. Ну, собственно, вы все привыкли, они будут по-прежнему у меня. А здесь, я надеюсь, что-нибудь еще. Что касается этого катехизиса пропагандона, я вот так бы этот документ назвал. Значит, действительно, в сети циркулирует некая бумага. Я не знаю, подлинная ли она. У меня нет от нее, что называется, метаданных. Я не знаю, кто ее сочинил. Я не знаю, как называется этот файл. Последнее время мы уже привыкли, что увидев такого рода документ, надо лезть ему, так сказать, с изнанки и смотреть, а, собственно, кто его сочинил. Часто эти следы есть. В данном случае этих следов у меня, во всяком случае, нет. Кто-нибудь когда-нибудь, несомненно, их найдешь. Но это действительно такой шаблон ответов на все вопросы, которые могут в этой ситуации возникнуть. И абсолютно понятно, как они, люди, которые работают по этому шаблону, а это действительно громадная армия, начиная от каких-то совсем маленьких местных чиновничков, которые несут повинность сейчас разговаривать, как там написано, с трудовыми коллективами государственных, федеральных органов исполнительной власти, так озаглавлен этот документ. Оказывается, у федеральных органов исполнительной власти тоже есть трудовые коллективы. И ты представляешь себе это, как они в красном уголке там собираются, совершенно как в старое доброе время, у них партсобрание, и они там, значит, вот обсуждают эти вопросы. Так вот, начиная от этих маленьких чиновничков и кончая, казалось бы, там громадными какими-то пропагандистами, которые на многодесятимиллионную аудиторию вещают с федеральных каналов, они действительно идут вот по этому шаблону. Главный шаблон которого заключается в том, в России не начинает война, она их заканчивает. Это война для того, чтобы не было другой войны. Мы эту войну устроили, потому что кто-то хотел устроить войну против нас. И дальше подробности на эту тему. Все остальное, собственно, в реакции на тему. На самом деле это, конечно, важнейший сюжет, потому что битва вокруг каждого конкретного информационного повода, мы, может быть, поговорим еще попозже про это подробнее, битва вокруг каждого информационного повода, вокруг каждого, их будет громадное количество, их будет с каждым днем все больше. По мере того, как Россия будет оставлять ранее занятые ею населенные пункты в Украине, будут обнаруживаться эти страшные улицы, заваленные трупами, эти раздавленные автомобили, эти рвы с трупами, эти разграбленные дома, магазины, мастерские и так далее. Меня тут особенно поразила съемка совершенно, ну, понятно, что ничего страшнее, чем тела этих людей нету, но все-таки организм защищается и продолжает как-то интересоваться еще какими-то вроде бы посторонними вещами, которыми он уже мог бы не интересоваться. Так вот, меня совершенно поразила история про ограбленный кабинет маникюра, как какая-то владелица маленького салона каких-то там ноготочков или чего-то там такого. Через некоторое время после того, как она бежала из своего города, вернулась обратно, и она увидела, что разграблено, что солдаты унесли коробки с лаками для ногтей, унесли ножницы, унесли какие-то ватные подушечки. Вот это все унесли, и, как мы это видим, уже полно съемок этих в эфире, отправили по почте в родные города Алтая, Урала, и откуда там они еще происходят, и куда идут эти посылки с награбленными. Ну, смотри, ты начал говорить о том, что этого будет все больше и больше, но сколько бы больше этого не было... Я сейчас скажу, почему я заехал с этой стороны. Этого будет больше и больше, и мы будем тонуть, или, во всяком случае, нас будут топить в обсуждении этих подробностей, в обсуждении того, а вот в точности, а вот если смотреть под этим углом, то вот здесь вот не видно, а вот если заглядывать в зеркало заднего вида, то там кажется, что труп шевелится. А вы как считаете, он шевелится или он не шевелится? На это следует важный ответ. Я считаю, что Россия развязала войну против Украины. И это ответ на все эти вопросы. Ты знаешь, я с тобой не соглашусь, потому что вот такой вот простой ответ, как бы на чем бы он ни был основан, такой простой ответ... Нет, 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 это ответ... Нет, нет, извини, это как раз то, что называется пропаганда, потому что не пропаганда, а это мелкие факты, что было видно в зеркале заднего вида, сколько, не знаю, там, человек лежало на улице, сколько времени... Вторым темпом... Разве не этим пропаганда отличается от, собственно... Пропаганда от непропаганды отличается тем, пропаганда от непропаганды отличается тем, что она разговаривает по существу. Значит, существо дела заключается в том, что ничего этого бы не было, ни этого разграбленного кабинета ноготочков, ни этих трупов во рву, ни фотографии ребенка, который день сидит у себя во дворе возле холмита, под которым закопана его мать, обложенного аккуратно кирпичиками. Я думаю, что этот ребенок, собственно, и обложил. Во всяком случае, это выглядит очень по-детски, этот декор этой могилы. Ничего этого не было бы 23 февраля. Если бы 24 февраля человек, имя которого мы знаем, не приказал начать эту войну. А дальше, да, ты совершенно права, а дальше начинаются детали. И вот здесь очень важно понимать еще вот какую вещь. Ни один из этих случаев в современных условиях, в условиях, когда у нас есть громадное количество разных каналов получения сведений, у нас есть съемка такая, и сякая, видео и фото, и с космоса, и с дрона, и с места, и с уровня земли, и аудиозапись, и корреспонденты такие, корреспонденты сякие, и западные, российские, украинские, всякие, и съемки на телефон свидетелей, съемки на телефон военнослужащих одной и другой армии, и так далее. У нас есть вот это все. Так вот, ни один из этих фактов не начинается и не заканчивается одним каким-то сообщением. Вот в сети появилась съемка такая-то, или широко распространилось интервью такого-то человека, или там рассказ такого-то свидетеля. И дальше все крутится вокруг этой одной съемки, этого одного интервью, этого одного свидетеля. Ничего подобного. На самом деле, каждый из этих случаев сегодня представляет из себя колоссальный массив разной информации, которую можно сравнивать одну с другой, которую можно сопоставлять. Вы видите любое событие со множества разных ракурсов. Помните, была прекрасная, прекрасная, чудовищная история с такой бронированной машиной. Это был не танк, это какая-то была пусковая штука какая-то. Которая наехала на какую-то на какую-то легковую машинку. Наехала на легковую машину. Да, ее понесло, как-то повезло боком. Это было в самом начале. Да-да-да. Это было буквально на третий день войны. Я видел четыре, четыре съемки этого наезда с четырех разных ракурсов. Потому что это происходило в жилом микрорайоне, вокруг которого натыкано огромное количество многоквартирных домов. И люди стояли в окнах. И люди стояли в окнах и на балконах, потому что они выскочили тогда еще. Это было начало войны. Они еще думали, что в таких ситуациях надо выстакивать, а не наоборот не ложиться на пол и закрывать голову руками. И они снимали из окон с разных концов. Четыре разных съемки одной и той же машины, на которую наезжает один и тот же вот этот вот броневик. Ровно так это происходит во всех случаях. Ровно так это произошло в Буче. И ровно так это будет происходить во всех во всех прочих случаях. У нас есть прецедент такого рода. У нас есть история с малазийским Боингом, где тоже был поднят гигантский массив информации, где была изучена и проанализирована, запротоколирована, хронометрирована каждая секунда все, что там происходило. И на это нам что обычно говорят? На это нам говорят, что все это наглая ложь и очередная провокация. То есть можно предоставить миллиард доказательств из миллиарда источников, сто миллиардов разных съемок отовсюду. Но на это можно просто сказать нет? Да, сказать нет можно, но суд все равно идет. И вот в этом есть некоторая разница. На самом деле, конечно, мы видим ситуацию, в которой вопрос не только в том, что кто-то создает ложные сообщения или ложные трактовки. Мы находимся, конечно, в ситуации, когда население целой страны, точнее, огромная часть населения целой страны интенсивно ищет возможности выскользнуть из-под этой информации. И в этом все дело. Не только дело в том, что существует какая-то могучая система государственной пропаганды. Она, несомненно, существует. Не только в том, что государство потратило миллиарды и миллиарды на протяжении последних 22 лет для того, чтобы настроить этот инструмент и для того, чтобы создать этот инструмент такой мощности, какой мощности она не создала инструмент нигде больше. Таких денег никогда не было вложено Ни в российское здравоохранение, ни в российское образование, ни, я не знаю, в российское инженерное дело, ни в разработку. В российскую армию вкладывали. В российскую армию, несомненно, вкладывали, а следом за армией и спецслужбами шла вот эта спецслужба, спецслужба пропаганды. И она работает, она большая, она совершенно колоссальная. Но вопрос сегодня не только в ее эффективности, а вопрос в том, что огромное количество людей хотят и ищут сами, активно ищут возможности как-нибудь отгородиться, спастись от признания того, что они тоже часть этого колоссального преступления против человечества и человечности. Вот это вопрос, который я хотела бы тебе тоже задать, и который я задаю себе, у меня нет на него ответа. Это вопрос про коллективную ответственность. Ты говоришь, люди хотели бы выскользнуть. Когда люди не могут больше смотреть на кошмарные картины, фото, видео убитых людей, разрушенных домов, это понятная реакция. Мы все в какой-то момент останавливаемся и отводим глаза, потому что нет никаких... Вопрос не в том, что они не могут больше смотреть. А вот я тоже не про это, я про другое. Они не могут больше думать о том, что они тоже часть этой машины. То есть ты хочешь сказать, что существуют... Что они тоже отравили Навального. Подожди. Существуют какие-то они, но это не ты, например, эти они. Ты себя к этим они причисляешь? Первоначально, первородно и я. Но я много сделал для того, чтобы выйти из этого ряда. Я работал на протяжении всех этих 22 лет. И следы от моей работы есть, их легко найти. Это один журнал, другой журнал, одно издательство, другое издательство. 18 лет на Эхе Москвы, и эти материалы по-прежнему... Хотя сайт Эхе Москвы закрыт, но материалы эти найти можно. Я 22 года работал над тем, чтобы выйти из этого ряда вон. Вот расскажи мне тогда... А если бы я просто молча сидел, то да, я был бы один из них, несомненно. Не знаю. Вот представь себе, не знаю, какая-нибудь женщина в каком-нибудь российском городе, далеко от Москвы, которая не издавала журналов, которая не работала на радиостанциях, которая не получала посылки с лаком для ногтей сейчас, которая не имеет вообще никакого отношения ни к чему. Но жизнь которой, например, стала дороже, я не знаю, во сколько раз. Какая там инфляция и во сколько обходится еда, воспитание ребёнка и так далее в сегодняшней реальности по сравнению с предыдущей реальностью. Но понятно, что существенно дороже, и всё это очень сложно. Вот она затягивает пояса, понимаешь? Вот этот человек, она, он... Окей, ты хочешь меня спросить, а что, собственно, она могла сделать? А я хочу тебя спросить... У неё нет ни журнала, ни издательства, ни «Эхо Москвы». Да, у неё нет ничего, кроме расходов, которые выросли. У неё много чего есть. Все эти 22 года она участвовала в выборах. И дай бог, если она в них участвовала только в качестве избирателя. Хорошо, если она не сидела на избирательном участке, будучи сотрудником ЖКХ. А вот она не сидела на избирательном участке. Она, может быть, даже... Их несколько десятков миллионов людей, которые за это время успели посидеть на избирательном участке. Но не все, но не все люди. Но не все, но некоторое количество успело посидеть. Остальные были избиратели. Нет, подожди, люди, которые фальсифицировали выборы, это понятно всё, это часть системы. Окей, ну надо просто понимать, что выборы фальсифицировал не Путин. И выборы фальсифицировал не Чуров. И выборы всё это время фальсифицировала не Элла Панфилова. А вполне возможно, что это самая женщина, о которой ты говоришь, если она была школьной учительницей, или если она была... Допустим, она не была школьной учительницей. Допустим, она ничего этого не делала. Но у неё были дети. Но у неё были дети. И она этим детям что-то объясняла. Более того, были другие дети и другие родители, с которыми она состояла в чате WhatsApp все это время. WhatsApp существует в России давно. И они там обсуждали мытьё пола в классе и развеску новых штоп. И покупку мела и новой доски у себя в школе. Но иногда там появлялся какой-нибудь человек неразумный, который произносил какую-то неуместную фразу. Это в каждом школьном чате есть. Появляется человек, который говорит, друзья, слушайте, тут такое дело. Я здесь врачом. Произошёл такой ужас. Вы знаете, тут вот... И дальше он рассказывает что-нибудь, что произошло. Кто-нибудь арестован. Кто-нибудь обыскан и посажен. Кто-нибудь фальсифицировал выборы. Кто-нибудь заметил, как фальсифицируют выборы. Кто-нибудь поймал кого-нибудь на коррупции. Кому-нибудь предложили взять, кого-нибудь и не взял. Короче говоря, появился человек, который обсудил что-нибудь серьёзное, имеющее отношение не к помывке пола в этом плане. И они его заткнули. И они ему сказали, полите отсюда. Мы здесь обсуждаем не это. Нас эта ваша политика не интересует. А кто-то его заткнул, а кто-то, например, даже не понял, о чём он говорит. Потому что люди живут другой жизнью. У них отсутствует политическая культура. Вот тот, кто заткнул, тот и виноват. А тот, кто не понял, о чём, и не сказал в этот момент, подождите, 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 не затыкайте его. Он сказал какую-то важную вещь. А ну-ка, 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 а можно подробнее вот про это? Тот виноват по-своему. Короче говоря, к чему я клоню. К тому, что я говорил все эти 18 лет. И продолжаю говорить дальше. И буду говорить, да, и буду говорить впредь. Что позиция «это ваша политика меня не касается» является виной. Она не является бедой. Она является виной. Ну, тогда я тебе скажу. Виноваты. И им полагается... Знаете, был такой замечательный сатирический спектакль в театре сатиры в советское время. Там была замечательная реплика, когда там был такой персонаж, такая оперная певица, которая всё время распевалась. Муж, значит, требовал ужин, а она ему говорила, мне сейчас не до тебя, моё искусство принадлежит народу. На что он ей говорил, послушай, я тоже часть народа. Я хочу иметь свою часть. Вот эта часть народа должна иметь свою часть вины. Вот за это. За пассивность. За уверенность в том, что это меня не касается. Точнее, это касается не меня. Вот это разные вещи, кстати. Когда человек говорит, это касается не меня, это означает, что он знает об этой ситуации. Это означает, что он понимает, что происходит, но защищается от неё. Когда человек знает, что в стране нет суда, что в стране не существует возможности получить справедливое судебное решение, представить свою позицию и быть, так сказать, под защитой некоего арбитра, которого в свою очередь защищает государство, человек вместо этого говорит, мне не интересует ваш суд. Я не вор, не убийца и не насильник. Пусть воры, убийцы и насильники беспокоятся о суде. А лично мне суд не нужен. А вот тогда я тебе хочу напомнить ещё один текст, который обсуждают на этих днях. Он имеет, в отличие от предыдущего, свой прямой конкретный источник, РИА Новости. Если только их сайт не захватили и не хакнули инопланетяне. Ты видел это? Вот это про деноцификацию Украины, которая была на тебе... Текст, да, я видел, я прислал, примерно 200 человек мне прислали. Да, так там написано про то же самое, что граждане, жители Украины, которые как-то там пособничали нацификации, я просто не в силах воспроизвести все эти конструкции, но там смысл тот же самый приблизительный. Что ты говоришь? Прости, пожалуйста. Но только нацификации не существует. Справиться с нацизмом в Украине это самая простая задача, какая только существует и которая стоит перед российскими властями, российской армией, российским президентом и всем остальным российским. Справиться с нацизмом в Украине очень просто. Нужно признать, что его нет. И в эту секунду он исчезнет. Вот примерно так же. Всякий человек, который говорит, что все украинцы виноваты в том, что они развивали нацизм в Украине, полагают, точнее заставляют нас или хотят, чтобы мы поверили в то, что нацизм в Украине существует. Но я хочу обратить внимание на другое. Вот сейчас происходит... Мы видим огромное количество разных съемок, когда украинская армия возвращается в украинские города и села, и население встречает украинскую армию. Поищите, таких очень много съемок. И обратите внимание на одну маленькую деталь. На каком языке они разговаривают? На каком языке разговаривают жители украинских городов с солдатами украинской армии, приходящими в эти города? Они говорят по-русски. Довольно часто. Не всегда, но очень часто. Это к вопросу о гонениях на русский язык, о запретах на русский язык, о репрессиях против тех, кто пытается говорить по-русски. Евгений Киселев, наш с вами коллега, друг, и, как вчера выяснилось, по-прежнему наш, так сказать, согражданин, поскольку вчера он был назначен иностранным агентом в Российской Федерации, 14 лет работает журналистом в Украине. 14 лет он все более и более популярный там журналист. Он ведет громадные, многочисленные ток-шоу на важных украинских телеканалах. На каком языке он их ведет? Мне приходилось много раз в этом участвовать. Поэтому, когда вы слышите, благодаря вот этому катехизису пропагандоны, вот этим методичкам, вы слышите, что в Украине происходит нацизм, который прежде всего заключается в том, что происходит гонение на все русское. Просто прислушайтесь к тем звукам, которые раздаются с Украины. Это очень просто. И таким образом просто ответить параллельно. Вы даже сами не заметите, как вы ответите на вопрос о коллективной вине украинцев за развитие этого нацизма. Они не развили нацизм, а нацизма в Украине не получилось, не создалось. Его там нет. Соответственно, никто и не виноват в нем. Вот и все. Вот мне тут пишут, что вроде взрослая, я пишет Алекс Вун, они понимают, что мы как нация будем нести коллективную ответственность за содеянные этой власти. Да, обязательно. Обязательно. Всякая нация, всякий народ несет коллективную ответственность. Это я чат в Ютьюбе читаю. Да, я тоже читаю Ютьюб, я вижу, что люди, достаточное количество людей там в чате Ютьюба не понимают, что, собственно, у нас сейчас происходит. Друзья, у нас сейчас с Ольгой происходит разговор. Это не программа «Суть событий». Это разговор. Мы с ней разговариваем. Мне очень важно, что она думает о том, о чем она думает. Смотри. Мне очень важно, что я могу ответить на ее позиции, которые не совпадают со мной. Это помогает мне говорить. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этому разговору правильно. Так вот, есть знаменитая пословица, что всякий народ имеет то правительство, которое его имеет. Вот, собственно, с этим мы имеем дело и сейчас. Российское население имеет правительство этого вот человека, этого совершенно обезумевшего, свихнувшегося религиозного фанатика, который 24 числа развязал, ну, в общем, сегодня мы уже можем сказать мировую войну в том смысле, что в ней участвует весь мир. Просто часть этого мира участвует экономически и еще будет участвовать тогда, когда начнется продовольственный кризис, а он начнется обязательно. Когда в целом ряде стран азиатских и африканских начнется голод в результате этой войны, этой мировой войны. часть стран участвует в этом санкциями, часть стран участвует в этом вооружениями, участием в цепочках производства этого вооружения. Эти противотанковые установки, о которых столько разговоров, что их поставляют в Украину, они где сделаны? Большая часть из них шведская, часть американская. Есть какие-то советские запасы тоже. А сейчас еще английские пойдут. Так что это широкая довольно история. Это мировая война. Человек развязал эту мировую войну и развязал ее, исходя из своего совершенно безумного представления о том, что происходит. А население этой страны позволило ему 22 года, позволяло ему строить эту систему неведения. Каждый, опять-таки, на своем месте. Кто-то в избирательной кампании, на участке где-то далеко, в районе города Буйко, Страмской области. А кто-то, голосуя на этом избирательном участке. А кто-то, затыкая человека в чате родителей школьного класса. А кто-то, затыкая другого человека, который вдруг начал это обсуждать в тишине щелкающих косточек в бухгалтерии. Вот сидит бухгалтерия, сидит 18 человек за 18 столами и щелкают косточками и тыкают в кнопки калькулятора. И вдруг кто-то начинает разговаривать о чем-то, чего другие не хотят слушать. И говорят им, ты что вообще? Ты о чем? Ты что нас тут политику разводишь? Страна, в которой не говорят о политике, кончает вот так, как кончает сейчас Россия свое существование. Вот так. Вот давай поговорим о том, как может выглядеть будущий, ну, будущий в смысле близкого будущего, недалекого будущего ландшафт в связи с этими расследованиями, обвинениями, возможно, какими-то процессами, которые неизбежно будут происходить. потому что, конечно, как ты правильно сказал, вряд ли все ограничится только одним населенным пунктом под названием Буча. Есть еще разрушенный Мариуполь, есть, про который, ну, про который трудно сказать, что его разрушили сами жители, чтобы это не обозначало, или сами украинцы. Очевидно, что нашу дальнейшую информационную повестку, если предположить, что какие-то переговоры и все, что сейчас происходит, закончится, и огонь будет остановлен, даже если это произойдет буквально завтра, что тоже как бы маловероятно, понятно, но даже если вдруг каким-то чудом это случится, и переговоры между российской и украинской стороной приведут к прекращению огня и отводу войск, и какой-то какой-то определенности, но даже в этом случае уже понятно, что нашу дальнейшую повестку, наше дальнейшее состояние информационное и какое угодно будут определять вот эти вот расследования того, что произошло за все это время, кто несет ответственность за разрушенные дома, за убитых людей. Это огромная история, которая будет длиться безусловно очень долго, потому что важно, чтобы это было объективно и честно и доказательно расследовано. Но это ведь очень важно тоже для самоощущения людей и фона, на котором будет происходить все дальнейшее. Что ты думаешь по этому поводу? Как ты себе представляешь дальше эту картину мира? Ну, война точно не кончится в один день, даже если будет приказ ее закончить или что-нибудь такое еще фантастическое, во что я не верю ни секунды, при этом диктаторе, ну окей, все диктаторы смертные и когда-нибудь и проблема этого диктатора тоже будет решена тем или иным способом. Война закончится главным образом тогда, когда на войну кончатся деньги. Когда выяснится, что за войну нечем платить, диктатор разорен, буквально разорен, и армия его разорена, и полиция его разорена, и спецслужбы его разорены, и платить за это больше нечем. Я, опять же, не устаю это повторять, много раз уже на разные лады это говорил, но это действительно некоторая база моей позиции и моего представления о том, что будет дальше. И дальше наступит очень трудный период последовательного вынимания России из болота, в которое оно попало. Это точно тот случай, когда Мюнхгаузен не смог вытащить себя вместе с лошадью за волосы истряси. Россия не сможет, ну, в том виде, в котором она сохранится после войны, что там от нее останется, я не знаю, у меня нет на это, вот на это точно нет прогнозов. Я не понимаю, в какого размера будет Россия к этому моменту, каково будет ее устройство к моменту, когда закончится эта война и закончатся эти деньги. Какой в ней будет строй, кто будет ей управлять к этому моменту, не знаю, вот буквально не знаю, слишком много есть разных вариантов. Но Россия точно не отстроит себя сама. Россия велика, в России есть много важного, много ценного для мира, и это вопрос не только в том, что мир захочет эксплуатировать это, мир захочет это забрать, выкачать, выкопать, выскоблить, или я не знаю, что еще он захочет, но земля целым куском у нас, она такой круглый такой предмет, и все, что происходит на части ее, так или иначе влияет на другие другие части этой земли, мы сейчас это увидим. Снова я возвращаюсь, скажем, к теме продовольственного кризиса, который предстоит в глобальном масштабе, кризиса производственных связей, который предстоит в глобальном масштабе и так далее. Мир будет заинтересован в том, чтобы восстановить взаимоотношения, если хотите, назовите это так, если вам проще, восстановить эксплуатацию, ради Бога, назовем это так, эксплуатацию этой части земной поверхности. Мы все эксплуатируем эту часть земной поверхности просто на разных, так сказать, этапах технологической цепочки. Мы все живем с того, что на этой части земной поверхности существует, людского капитала, я не знаю, производственного, сырьевого и сельскохозяйственного, водного и всяких прочих капиталов. Так вот, это будет делать весь мир. Весь мир будет придумывать для этого какие-то механизмы. Весь мир будет употреблять на это те, в частности, финансовые запасы, которые сейчас заблокированы. Ведь Россия оказалась довольно, не просто редкой, но уникальной ситуацией, когда задепонированные деньги, много денег, половина на сегодня финансового резерва России, и речь идет о сотнях миллиардов долларов, нескольких сотнях миллиардов долларов, это очень большие деньги. Так вот, эти деньги отложены на послевоенные нужды. Ну, конечно, часть этих денег сейчас будет выплачена в качестве разных компенсаций. Сейчас ЮКОСу заплатят из этих денег. Сейчас расплатятся за решение Международного суда по правам человека из этих денег. Будут еще новые суды. В какой-то момент начнутся... Кто расплатится, кто заплатит? Будет для этого... Это, на самом деле, ровно так же, как это происходило с Ираком после того, как он напал... Вот самая ранняя история после того, как он напал на Кувей. Создается специальный механизм, создается специальный межгосударственный орган, который распоряжается этими деньгами. Это будет обязательно, причем это будет уже с корней. Для этого не надо ждать конца войны, потому что должники налицо, а кредиторы тоже налицо. Те, кому следует заплатить из этих денег, уже есть, и они уже ждут своей очереди. Поэтому мы этого органа дождемся скоро, несомненно. И вот отчасти... А тебе на это скажут, тебе на это скажут, что это грабеж? Пусть скажут. А кто мне скажет? Те самые, которые говорят, что Буча сама себя застрелила? Ну так я отнесусь к их словам, что это грабеж ровно так же. А я на это отвечу, а это война. Да-да, после войны наступил грабеж. Того, кто развязал войну, того, кто уничтожил соседнюю страну, того, кто уничтожил собственную экономику, теперь грабят. Для того, чтобы наказать за войну, которую он развязал, и для того, чтобы исправить те нарушения, те разрушения, которые он нанес этой войной. Это делается методом грабежа. Отнимают у сумасшедшего деньги, лишают его дееспособности, так это делают с сумасшедшими обычно. Запрещают сумасшедшему распоряжаться своим собственным банковским счетом. Запрещают ему продавать свою квартиру. Запрещают ему ходить в магазин и расплачиваться там кредитной карточкой. Он сумасшедший. Россия сегодня мировой, не мировой жандарм, а мировой сумасшедший, судя по тому, что она делает. Поэтому ей запретят пользоваться ее собственными деньгами и правильно сделают. Несомненно, то, что мы видели вчера в Совете Безопасности ООН в исполнении Зеленского, вот эти слова, которые были произнесены, это ведь слова, которые, так сказать, влетают в воздухе на протяжении уже довольно долгого времени. Долгое время измеряется днями во время войны. Они уже которую неделю витают в воздух. Это какие? Это война разрушила международный механизм управления объединенными нациями. И с этим надо что-то делать, с этим что-то должно произойти. Ну, давай скажем все-таки справедливости ради, что этот механизм не был разрушен до этого, но он был подвергнут существенной коррозии. Он был в очень тяжелом состоянии. И он был в кризисном состоянии, уже, ну, как минимум там 10-20 лет. Он заржавел. И разговоры о том, что организации объединенных наций, Совет безопасности, международные институции перестали выполнять свою функцию, они исчерпали себя с тех послевоенных времен, когда они были созданы. Эти разговоры ведутся уже давно. И ответов никто на эти вопросы дать не мог. Никогда, никогда до сих пор это не было видно с такой ясностью. Никогда этот тупик не демонстрировал себя так отчетливо и так безнадежно. А в чем он себя сейчас демонстрирует? Он демонстрирует, что он не может сейчас быть использован для решения этой важнейшей задачи. Вообще ООН было создано и Совет безопасности ООН был создан для того, чтобы предотвращать войны. И это собственно их единственная задача. Больше ни за чем они не нужны. Но нельзя сказать, чтобы им прямо всегда это удавалось. А еще мы будем заниматься беженцами, а еще мы будем заниматься... Подожди, подожди. Нельзя сказать, чтобы при этом это прямо всегда задача предотвращать войны всегда прямо так успешно разрешалась. Нет? Никогда это не разрешалось окончательно. Вообще. Я с тобой согласен, но никогда речь не шла о такой угрозе. Все-таки война, которая идет сейчас, это самый большой, самый тяжелый конфликт, находящийся ближе всего к, так сказать, эпицентру человеческой цивилизации, который я измеряю простыми вещами, технологическим развитием. Там, где, собственно, производятся мировые ценности. Где этот центр тяжести? Ну, я думаю, что он где-то в районе Исландии находится. Вот как-то если взять, поставить палец как-то и на него вот всю мировую систему. Вот примерно центр окажется здесь, вокруг него концентрическими кругами распределяется все то, все то, так сказать, важное, существенное. Пусть на меня не обижаются ни жители африканского континента, ни жители южноамериканского континента, ни жители Австралии и так далее. Ну, окей, информация правит миром, коммуникации правят миром, технологии правят миром, технологический центр мира вот что. И никогда война не происходила так близко к этому, не затрагивала этого так жестко, так глобально со времен Второй мировой войны. То есть, собственно, со времен, с тех самых времен, когда ООН была создана со словами никогда больше. Вот в этом, на самом деле, главный конфликт, который происходит сегодня. Мир... Подожди, а разве... Сейчас договори, погоди. Мир, живущий под лозунгом никогда больше, столкнулся с миром, живущим под лозунгом можем повторить. И в этом, собственно, основное основное столкновение, которое мы видим. И мир, который никогда больше, не справился с этой задачей. Он не смог остановить этого и не видно, каким образом сейчас в этой конфигурации он мог бы с этим справиться. Значит, конфигурация должна быть другая. Просто по поводу беспрецедентности и того, что первый раз, хочу возразить хотя бы, ну, по крайней мере, двумя словами. Одно слово Вьетнам, другое слово Югославия. Не идет... Не считая еще массы других конфликтов, которые были на протяжении этого полувека. Не идет ни в какое сравнение по масштабу ни то, ни другое и не влияет, не имеет такого влияния на течение мировых событий, ни то, ни другое, какое будет иметь влияние эта война. Ну, опять... Что Югославия не имела влияния? Не имела. Не создала мирового продовольственного кризиса. Не создала мирового сырьевого кризиса, не создала мирового технологического кризиса и даже не создала мирового военного кризиса. Такого, который ощущался бы в Бразилии и в Новой Зеландии. А эта история ощущается. И последствия этой войны будут реально глобальными. В отличие от последствий Югославской войны, от последствий Вьетнамской войны, от последствий Иракской войны, от последствий войны за Фолкленды, военных конфликтов, к сожалению, после Второй мировой войны было довольно много. Некоторые из них были кровопролитными, некоторые из них были затяжными, некоторые из них имели глубокие политические последствия, как та же вьетнамская война, которая на много десятилетий определила собой развитие, скажем, американской политики. Ну и которая существенно определила развитие и развитие западной цивилизации в большей части. Да, но глобальных последствий, ни одна из этих войн идеи, да, вьетнамская война породила много идей. Антивоенное движение, пацифическое движение, в конечном итоге там все, что связано с левыми идеями, в том числе в Европе и в Соединенных Штатах и так далее, все это, конечно, в значительной мере развелось под воздействием вьетнамской войны и так далее. Но мир не зависел от итогов вьетнамской войны. А сейчас мир зависит от итогов войны в Украине. Тогда я попрошу тебя, знаешь, что сделать? В Украине это так. Понятно. Я знаю, что есть большое количество профессионалов, политологов в настоящем, что называется, в хорошем смысле слова, которые говорят прекратите этот ваш европоцентризм. Как бы есть другие континенты, есть другие страны, 193 страны участвуют в ООН, совсем не все они европейские и совсем не все они довольны тем, что как-то все считают, что все главные события происходят только в Европе. Согласен с ними теоретически, но практически должен сказать, что судьба всех 193 стран зависит от того, что происходит в Европе сегодня. И это факт. Смотри, как сформулировать претензии к международным институциям, прежде всего, ООН, Совета Безопасности. Получается, что они не использовали имеющиеся механизмы или эти механизмы не работают. Потому что, смотри, Макрон 150 раз звонил Путину. Механизмы не работают. Все бесконечно обсуждают эту историю. Принято дикое количество санкций, беспрецедентное. Никакого не было. ограничены в своих возможностях. Но, в конце концов, у каждого механизма есть какое-то ограничение. Вот есть механизм, я не знаю, под названием автомобильный мотор. Как-то у него есть свой предел. Он может разогнать машину вот до такого-то, до такой-то скорости, но он не может помочь машине плыть. Он для этого не предназначен. Или помочь машине летать. Он моторок всего только. Он разгоняет колеса. Он крутит колеса. Я все понимаю про машину. Расскажи мне про ООН. Также ровно и здесь. У этого механизма, который был создан при создании закладки основ и формировании правил работы международных организаций, речь идет не только об ООН и соединении безопасности ООН, но речь идет, скажем, и о европейских организациях, которые управляют Европейским Союзом. Речь идет о всяких военных блоках, о всяких структурах всякой безопасности. Несомненно, о структурах международной безопасности и прочим. А в чем проблема? А в чем проблема? Вдруг просто этим законом перестали их слушаться? Они не были защищены изнутри от безумия одного из своих ключевых членов. Вот есть, опять же, для многих сложных систем есть то, что специалисты в просторечии в своем профессиональном обиходе называют защиту от дурака. Вот есть, я просто слышал этот разговор однажды, что вот есть важнейшая вещь, пульт управления атомной электростанцией. Он защищен от того, что в помещение ворвется сумасшедший стопором. Он будет рубить этот пульт, он будет выламывать эти кнопки, он будет перерубать эти кабели. Ничего не случится, потому что существует защита от дурака. Когда вы заходите в самолет и видите там дверь, то она устроена таким образом, что вы в полете не можете ее просто так открыть. Она защищена от дурака и сумасшедшего, который вдруг скажет, я хочу выйти. Подойдет к двери и начнет дергать за эти ручки и открывать ее. Не откроется, она защищена. А эти механизмы оказались не защищены от безумца, находящегося внутри их. Совет безопасности не защищен от одного из своих постоянных членов, который сходит с ума. Он сошел с ума и действует так, как он действует. А почему раньше это так не было явлено в такой яркости? До такой степени. Никто не строил такую безумную систему власти, как построил Путин за эти, никто за прошедшие со времен Второй мировой войны время. Никто не построил этого из организаций, имеющих статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Из государств. А там счет идет на государство. В Соединенных Штатах каждые четыре года меняется президент. А каждые восемь лет гарантированно меняется человек, который сидит в Белом Доме. Не может просидеть больше восьми лет. Это защита. И эта защита работала от того, чтобы этот член Совета Безопасности ООН не сходил с ума. Через восемь лет друг другу. А в Советском Союзе тоже ведь не сильно менялись люди. Да, но значит они были немножко рассудительнее. Они не сумели ни разу довести ситуацию вот до такой. Они довели один раз до Карибского кризиса. Они устраивали войну в Афганистане. Они устраивали или там участвовали в войнах в Корее, Вьетнаме и так далее. Они устраивали конфликты в Африке. Они устраивали конфликты в Латинской Америке. Они устроили очень много ужасного. Но вот такого они ни разу не устроили. Не знаю уж почему. Может быть потому, что механизм информирования внутри ЦК КПСС и политбюро ЦК КПСС на уровне генерального секретаря был лучше, чем тот, который организовал нынешний российский безумец. Он отсек все, что ему казалось лишним от этого механизма. Он сохранил его суть, но уничтожил его инструменты. И имеет то, что имеет. Такое сложилось в первый раз. И в этой ситуации оказывается, что нужны некоторые экстраординарные обстоятельства. Сейчас экстраординарные меры. Огромное количество разных организаций, разных компаний, коммерческих и некоммерческих, разных общественных организаций, разных НКО, разных фондов, разных правительственных и околоправительственных организаций, оказываются в ситуации, когда собирается их совет директоров или кто там управляет, и кто-нибудь произносит эту волшебную фразу. Слушайте, мы так никогда не делали. Вот сейчас стоит какая-то задача, надо вот это сделать, но мы так никогда не делали. И тогда здоровая организация от нездоровой отличается тем, что нездоровая организация говорит, ну, тогда мы не знаем, расходимся. А здоровая говорит, ну, значит, давайте сделаем. И давайте посмотрим, какие изменения мы должны вмести в наш статус, в наш устав, в наши правила, в наши, я не знаю, что у нас там такое есть. Ну, понятно, Вот это вот, чего мы никогда не делали. Нужно как-то идти дальше. Вот сейчас в этой ситуации оказались по существу все международные организации, потому что в каждой из них найдется человек, который скажет, мы так никогда не делаем. Мы никогда не оказывались в ситуации, когда у нас есть сумасшедший член Совета Безопасности. Реально, сумасшедший, сверхнувшийся. Возвращаясь к реальным событиям и к сегодняшним, ну, к сегодняшним, вчерашним новостям. А отзывы европейских дипломатов из Москвы, насколько это серьезно, ты считаешь? Ну, рушится система дипломатических связей. Она рушится, в частности, потому, например, что важнейший элемент этой системы, система российской дипломатии, прекратила функционирование. Давайте все-таки мы обратим внимание на такой факт, что российская дипломатия, российская внешняя политика состоит из Лавровой и Захаровой на протяжении уже нескольких лет. Вы что, считаете, что это могло остаться без последствий? Что часть европейской дипломатической системы, часть мировой дипломатической системы оказалась вот такого качества, вот такого уровня. Вот вы в суп положили гнилой помидор. Все остальное работает. Лук нормальный, борьковка нормальная, мясо свежее, вода чистая, но помидор положили гнилой, как есть этот суп. Суп испорчен, можно вылить. Вот этим гнилым помидором европейской дипломатии оказалось то, что образовалось на месте российской дипломатии. Вы что думаете, это просто так даром могло пройти, что Лавров превратился вот в этого пса служил вам? Вы думаете, даром могло пройти, что от имени российского государства годами разговаривает вот это существо с немытой головой? Вы считаете, что это наше внутреннее российское дело, оно никак не затрагивает систему международных связей, не превращает это все в гниль? Развалили? Реально развалили систему европейской безопасности, начиная с себя. И понятно, что поскольку все кончается тем, что разрываются связи с Россией, это не остановится на этом уровне. Будут проблемы, ну, немножко другие, другого рода и так далее, во взаимоотношениях между другими, сначала европейскими, а потом прочими странами. Гнилой помидор в этом супе. Он испортил суп. Ну, а ты видел в коммерсанте соображение Владимира Лисина, владельца НТНК, по поводу экономических последствий. история очень, да, поскольку последняя фраза. Вдруг, вроде как... Какая там последняя фраза? Сейчас я найду. Он говорит про свое профессиональное, что вот у нас проблемы с расчетами. А, про то, что экономические меры это альтернатива силовым действиям, которые дают ситуации шанс не скатиться к глобальному конфликту. По-моему, еще дальше. Он говорит... Нет, все, вот это финал у него. А впрочем, говорит он, а впрочем, говорит он, разговаривать про это, про все. В тот момент, когда эти жертвы и все прочее, может быть, больше и не надо. Вот я не помню точно, как это звучит. Да, там была такая мысль. Он говорит, как серьезный человек, серьезный управленец, менеджер, как-то, он занят как-то текущими проблемами своего предприятия. А в какой-то момент он говорит, а впрочем, война. Вот это то самое, с чего, собственно, мы начали, и с чего я начал. Как, как судить об огромном количестве всяких конкретных подробностей и конкретных событий, конкретных обстоятельств. Не забывать возвращаться к началу. Мне кажется, это очень важно. Это все произошло от того, что... и дальше. И вот сегодня мы уже в какой-то другой точке. Неизвестно, сколько это продлится и как близко мы находимся сейчас к началу, к середине или к концу. Но вот сегодня мы в той точке, в которой мы находимся. И... Мы ждем разорения. На самом деле, это единственное... Мы ждем и стараемся приблизить это разорение. Вот я свою работу вижу сейчас вот в этом. Я считаю, что я должен помочь миру разорить Путина, оставить его без денег на то, чтобы ему нечем было заплатить больше своей полиции, своей армии и так далее. Это моя глобальная задача, в которую я решаю свои маленькие подробности, свой маленький кусочек. А детям какого-нибудь человека из какого-нибудь российского города, какой-нибудь семьи, будет нечего есть. Ну так ему в любом случае будет нечего есть. Ему сначала будет нечего есть, потому что Путин отнял. Это знаете, как в том анекдоте. Ты будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть. Это ровно оно и есть. Совершенно очевидно, что в ту секунду, когда возникает выбор между тем заплатить за еще один километр пройденной российской бронированной колонной между одним украинским городом и другим, и тем, чтобы осуществить поставки муки в какой-нибудь заполярный город, что выбирает сумасшедший, который сидит во главе России? Ему что важнее? Он о муке будет думать? Это ровно как он мост строил. Знаешь, вот есть такой город Якутск, никогда не забуду. Приехал туда однажды и спросил у жителей этого города, с которым он говорил, а что у вас там вот на той стороне реки Лена? Вот как там такой вид открывается в одном месте. А там что? Он говорит, а там ничего. Вот с этой стороны у нас город, а с той стороны ничего, потому что моста туда нет. А где же ваш мост, говорю я, а чего они строят? Он говорит, а в Крыму? Наш мост построили в Крым, говорит он. Из этих якутсков состоит вся Россия. И сегодня в заложниках у сумасшедшего, который устроил то, что он устроил, вся страна. И чем быстрее у него кончатся кончатся средства на это. Вот в широком смысле слова средства. Как бы это касается не только собственных денег, но и всего того, что за эти деньги можно купить. Мы с вами видели, как можно остановить естественное развитие страны, которая уничтожает своего фюрера, называлась Белоруссия. Когда в какой-то момент просто ему дали денег на содержание армии, полиции и КГБ, и он усидел на чужих деньгах. Не дали бы денег, не было бы. Уже сегодня была бы другая, нормальная, живая страна Белоруссия. Мы знаем этих людей, мы видим этих людей. Мы слышим, что они говорят, они разъехались по всему миру. Была бы у них страна, если бы деньги вовремя кончились. Они не кончились, Путин дал. Путину никто не даст, он последний в этой цепочке. Поэтому пусть у него скорее кончатся деньги. Ну что, я хотела тебя, знаешь, что спросить? В самом конце мы начали с пропаганды, и давай пропаганды тоже закончим, потому что она все равно никуда не делась, и на нас не закончится точно сегодня. Ты сравниваешь вот эти вот цифры опросов разных социологических служб по поводу того, как россияне относятся к происходящим событиям. У тебя есть какое-то представление? Ну, я не могу сказать, что я так подробно слежу за разными цифрами, но у меня как-то есть представление о том, как формируются эти цифры, откуда они берутся. Я на самом деле... И как они отражают или не отражают реальность, скажи вот об этом главное. Они отражают отношения людей, они отражают, причем разные, они отражают целый, я бы сказал, комплекс вещей, страхи людей, вот это их отчаяние перед лицом событий, в которых они ничего не могут исправить, вот это их отчаяние перед ответственностью, которую они не хотят нести, поэтому на вопрос, а что, собственно, происходит, они говорят, все сложно, в точности нельзя, есть много разных взглядов на то, что происходит, и вот некоторые из этих вещей я даже поддерживаю. Что это такое? Это попытка защититься. Ну, я никогда не относился к вот этой вот российской социологии тоталитарных времен, как к чему-то, что следует понимать буквально. Вот им задали вопрос, как вы относитесь, я не знаю, к такому-то политику. Они отвечают, вот мы можем, исходя из этих цифр, понять, как они к нему относятся. Нет. Мы можем, имея эту цифру, попытаться проанализировать ее и понять какие-то косвенные вещи. Как они относятся вообще к такого рода разговорам? Как они относятся к такого рода вопросам? Как это меняется? Как это движется? И так далее. На мой-то вопрос ответит в результате. То есть, мой вопрос заключается в том, как ты оцениваешь, исходя из тех цифр, которые мы имеем, объективных, необъективных, научных, ненаучных, реальных, нереальных, на самом деле настроение всевозможных российских людей. Я оцениваю только динамику. Я оцениваю не цифры, а изменение цифр. Людям все страшнее, и они чувствуют себя все более растерянными. Вот как я оцениваю это. Они не хотят нести ответственность за то, что происходит. Вот и все. И динамика говорит нам об этом. О том, что они ищут для себя убежище, спасение в этой ситуации, доказывая либо, что они не имеют к этому никакого отношения, либо, что все сложно. Все сложно и невозможно разобраться. Вот это два способа выскочить из-под ответственности в этой ситуации. Все. Закончим на этом. Это была программа персонально ваша, Ольга Бычкова, Я был очень рад быть в этом эфире и был очень рад с тобою разделить это. Спасибо тебе. До встречи. Увидимся. Пока. Счастливо. Пока.